Молочных продуктов в округе станет теперь больше. В Оксино открылся цех по переработке молока. Ввод в эксплуатацию нового оборудования осуществила Ненецкая агропромышленная компания, в состав которой Оксинская ферма вошла с марта этого года. Установка нового оборудования стала возможной благодаря беспрецедентной государственной поддержке сельхозпроизводителей. Механизм субсидирования, действующий в регионе с июля прошлого года, позволил окружным предприятиям не только покрывать производственные издержки, но и инвестировать в собственное развитие. Новый цех по переработке молока Ненецкая ПК возвела на собственные средства. Браво! Планировалось, что мы этот цех вложим в его 7 миллионов, 7,5 даже выходило. Но мы пошли немножко другим путем. Значит, мы будем реставрировали свое помещение, сделали пристройку, сэкономили в пределах 2,5 миллионов денег, смогли в Оксино поставить молокопровод. Установка современного оборудования позволит сельхозпроизводителю увеличить переработку молока. Если сегодня ферма дает объемы в 600 литров, то новые мощности позволят перерабатывать в сутки минимум одну тонну сырья. В Оксино потенциал очень хороший. Очень хорошие животные. Я уже не первый год работаю в сельском хозяйстве. Я понимаю, что Оксино 5,300 доить будет без всяких проблем. Но это будет через два года, потому что на будущий год будет большой ввод недели. Это 50%. Поэтому 4,800, 4,900, если мы надоем, это будет хороший результат. Через два года здесь молоко будет намного больше. Уже к осени следующего года на ферме в два раза увеличат дойное стадо. Поэтому проблем с сырьем не будет. А это значит, увеличатся и объемы молочной продукции. Новые мощности позволят полностью обеспечивать потребности в молочке Оксино, Каменке и Хангурея. А Нарин Марс может забыть о дефиците оксинского творога и масла. Мы везем отсюда в брикетах и творог, и масло в 20-килограммовый, и творог 15-килограммовый. А в городе фасуем. У нас в городе намного больше цех, помещений. Но для понимания, здесь в цехе будут работать всего три человека. В общей сложности на ферме работает 27 человек. И это тоже заслуга Неницкой ЭПК. При передаче в марте этого года сферы животноводства из СПК РК «Победа» ни один работник не был сокращен. Сегодня оксинская ферма является отделением Неницкой агропромышленной компании. Ни одного человека мы не сократили. И когда в марте мы забирали оксина, будем говорить так, все равно, хотим мы не хотим, но заработная плата у рыбаков чуть-чуть была повыше. Мы договорились с коллективом, что мы их заработную плату сохраняем. Ни копейки мы у них не убрали, но поголовье мы им увеличиваем. Поэтому они должны доить не 600 литров молока, как я говорил, а тонну. За семь месяцев пребывания фермы в составе Неницкой ЭПК качественных изменений произошло немало. Перед тем, как оборудовать новый цех, специалисты провели ремонтные работы в коровнике. Заменили полы и оптимизировали процесс работы с сырьем. Вот сам молокопровод идет, о чем мы говорили, что не нужно будет таскать бочками молоко. И полностью мы заменили электропроводку, потому что сегодня безопасность. У нас горький опыт по телевизору есть, поэтому мы решили в это вложиться. И на будущий год здесь останутся только одни дойные коровы. Вторую половину мы убираем, эту стенку. Там делаем ремонт и, как называют животноводы, шлейф, то есть молодняк у нас весь будет там. Кроме того, в планах животноводов ввести на ферме искусственное осеменение буренок. Это станет необходимым, когда поголовье дойного стада увеличится в разы. В штат уже принят ассиминатор. Все изменения, которые сегодня проводит Воксино-Неницкая ЭПК, это только начало большого пути. Та политика, о чем сказал Игорь Викторович, которая была принята решение год назад, они показывают, что шаги были сделаны абсолютно правильные. И на мой взгляд, то, что ГУП НАУ сейчас у нас расширяется, идет такая здоровая экспансия, это на самом деле очень правильно. У нас есть сведения и на дальнейшее развитие. И, как показывает опыт, мы начинаем, мы учимся по-другому относиться к расходу бюджетных средств, находить эффективные способы. То есть то время, когда за огромные деньги пытались реализовать проекты, они в итоге даже не были реализованы. Это наш отрицательный премьер по силу ОМА. Я думаю, что это все уже в прошлом. И люди, самое главное, что видят результат своей деятельности. И наша программа ведь не зря называется программа социально-экономического развития села. То есть это производственный объект, но он создает на самом деле именно социальную инфраструктуру. О чем говорит Сергей Александрович, появляется залог развития села, его сохранение. Залог развития села, его сохранение еще и в том, что производственный объект всегда создает новые рабочие места. Их количество будет увеличиваться, ведь планы перед окружными аграриями стоят амбициозные. Полностью закрыть потребность населения в молочке местной продукции. Отмечу, что покупка нового отечественного оборудования по переработке молока стала возможной благодаря беспрецедентной государственной поддержке сельхозпроизводителей. Напомню, с июля прошлого года в округе был введен новый механизм субсидирования предприятий, производящих молочную продукцию. Новый механизм поддержки позволил окружным предприятиям не только покрывать издержки, но и инвестировать в собственное развитие. Вы знаете, в управлении есть такой фактор, как цена управленческого решения и его последствия. В прошлом году было принято ряд управленческих решений. Первое мы подписали с нашим коллегой Игорем Анатольевичем Морловым соглашение о передаче полномочий в округ. Наше собрание депутатов областное и наше окружное ратифицировали. С 1 января мы исполняем полномочия. Это первое. Второе, прошлой осенью мы приняли наш 95-й окружной закон, который нам позволил централизовать наше ряд полномочий, поднять их на более высокий уровень с муниципального, поднять их на окружной. И мы приняли третье управленческое решение. Мы установили цену субсидирования конечного продукта. Это литр молока, килограмм творога, килограмм масла. Что мы сегодня получили в результате? Мы получили, что хозяйство самостоятельно, получив дополнительные ресурсы, не просто потратили их не поймешь куда, а совершенно экономично построили производственный объект. Новый производственный объект по переработке молока обошелся Ненецкой агропромышленной компанией в 4 миллиона 200 тысяч рублей. В ближайшем будущем подобные производства различных мощностей должны появиться и в других селах Нижнего.